Вашему вниманию первый бой Легчайшая весовая категория И в красный угол ринга Добро пожаловать боец из Таджикистана Встречайте Абдусамад Рахматов Встречайте Абдусамад Рахматов Первый поединок приглашается Абдусамад Рахматов С рекордом 0 боев Соответственно он дебютант этого турнира 61 килограмм бантом вей Очень интересная весовая категория И посмотрим как себя Рахматов сегодня проявит А в синий угол добро пожаловать представители России Дамы и господа встречайте Ильнур Бикмухамедов Ну что ж Ильнур Бикмухамедов выходит в клетку Он тоже дебютант Так что мы с вами станем свидетелями дуэли двух новичков Ну что тут можно сказать Зачастую поединки для тех ребят Которые делают только первые шаги На профессиональной арене Получаются скоротечными Но при этом не менее зрелищными Да и при этом конечно Главная интрига заключается в том Что бойцы не знают к чему готовиться Они подготовились физически Морально Но при этом не было возможности изучить соперников Да и собственно говоря изучить себя тоже Потому что именно через боевую практику Ты понимаешь да Какие у тебя есть слабые стороны Над чем нужно прибавить А как это узнать не проведя ни единого боя Поэтому в этом есть конечно же Тоже дополнительная сложность для спортсменов Абдул Рахматов у нас представляет Таджикистан Ну и Ильнур Бикмухамедов Россия Представляю вам соперников и первым бойца в красном углу Ему 23 года Рост 168 сантиметров Вес 61,2 килограмма Это профессиональный дебют спортсмена Итак дамы и господа Представляющий Таджикистан Вот он Абдул Саббат Рахматов А вот и его соперник в синем углу клетки Бойцу 18 лет Его рост 172 сантиметра Вес 61 килограмм Ровно Его профессиональный рекорд отсутствует Также депутант Итак дамы и господа Представляющий Республику Пашкортостан Россия Приветствуйте Ильнур Бикмухамедов Рефери Паритинка Максим Протасов Все бои идут в рекламенте Три раунда по пять минут Итак все готово к началу Ильнур Бикмухамедов против Абдусамата Рахматова Да Максим Протасов Рассудит это противостояние Ждем замиранием сердца Ильнур у нас в перчатках С синей тейпировкой Абдусамат в перчатках с красной Поединок начинается Итак Первый раунд Сразу же центр клетки Занимает Ильнур Бикмухамедов Пробует прессинговать Давить Дергать Ну и пока что Никуда не спешит Абдусамат Рахматов Есть у Ильнура преимущество в габаритах Будет стараться это использовать Мы видим что удерживает дистанцию Но вот уже начал немножко прессинговать Абдусамат Рахматов Активно Челночить сейчас Ильнур Бикмухамедов Пока что нет ударов Ну с определенной такой осторожностью И опаской Друг другу относятся к бойце Это можно понять Боковой на скачке сейчас выбрасывал Абдусамат Рахматов Но мимо цели Ильнур попытался ответить джебом И вот тут же пробивает корпус Но тоже в молоко Пока Вот хороший внешний лоу-кик От Ильнура Бикмухамедова Работает Ильнур в правосторонней стойке В стойке левши Ну и конечно по традиции Нужно зашагивать за переднюю ногу Ну вот мы видим набрасывает хороший боковой удар Абдусамат Да, фронт-кик по корпусу И отвечает миддл-киком Ильнур Бикмухамедов Тут же подхватывает его ногу Но дальнейшего развития Это техническое действие не получило В исполнении Абдусамата Рахматова Пошел он вперед на сближение дистанции Работает двумя руками Заходит в клинч И поджимает к сетке Ильнур Абдусамедов Который в свою очередь Также Старается оказать максимальное сопротивление Атакующему порыву своего оппонента Ну и вот тут здесь Может быть преимущество Абдусамата Рахматова Если он переведет соперника в партер За счет меньших габаритов Ему будет удобнее работать Но пока мы видим Что только подхват ноги При этом Кроме этого Больше ничего Тем не менее Ильнур Бикмухамедов Старается работать Даже в защите Обрабатывает корпус Но Но пока все устраивает Да и устоял Не дал пройти Ильнур Бикмухамедов Несмотря на то Что контролировал Вроде бы одну ногу Абдусамат Рахматов Снова разорвана дистанция Попробовал хайкиком Сейчас дотянуться Ильнур Бикмухамедов Но хочу обратить внимание Что пока что Действительно Можно сделать скидку На то что новички Но по-настоящему Результативных действий Нету Четких попаданий Да мы видим Что по количеству ударов Впереди немного Бикмухамедов Но Абдусамат Рахматова Все устраивает пока И он Старается прессинговать дальше Единственное наверное Остается на дальней дистанции Что более выгодно Ильнур Бикмухамедов В данном положении Но вот сейчас Здорово встретил На мидл кик Тут же ответил Абдусамат Рахматов Вновь разорвана дистанция Тут уже инициативу Перехватывает Абдусамат Рахматов И он уже начинает Работать с позиции Первого номера Попытался идти Сначала в две ноги Потом передумал Подхватывает одну Ну что Будет ли переводов Будет ли оформление Тейкдауна сейчас В исполнении Представителя Таджикистана Давайте смотреть Пока что Ничего кроме контроля Ноги не происходит Набрасывает удары По корпусу Ильнур Бикмухамедов Ну да И как в предыдущем эпизоде Поклинчевали Есть тейкдаун Есть все-таки Тейкдаун Абдусамат сверху И будет пытаться работать Да Открытый гард Сейчас позиция Поджимает к сетке Абдусамат Рахматов Бикмухамедов Было попытался Взять шею В захват Но не получилось Вытянуть Но здесь сетка Может на самом деле И помочь Бикмухамедову Потому что Не очень удобно Будет использовать Левую руку Абдусамату И конечно Можно попытаться За счет сетки Встать Однако мы видим Что уже разворачивает Потихоньку Своего оппонента Абдусамат Да До сетки Толком доползти Не удалось Ильнуру Бикмухамедову Оставалось только вязать Но И это не получилось Да И вот вышел на сайт Контроль Абдусамат Рахматов Здесь можно подключать локти Абдусамату Но пока мы видим Что просто контролирует Ну вот собственно говоря То о чем ты говорил Локоть пошел в ход Несколько ударов Нанес Абдусамат Да И тут конечно Можно здорово Посечь оппонента И нанести В этой позиции Ощутимый ущерб Подключает колено И снова локоть Это Абдусамата Рахматова Контролирует позицию Мы говорили о том Что Абдусамату Будет легче работать В партере В случае перевода И так оно и есть Закрывает ноги На какое-то время Ильнур Бекмухамедов Пытается разворачивать таз Выйти из-под этого прессинга Ну и раунд окончен Ну что В начале была такая Определенная инициатива У Ильнура Бекмухамедова Но потом уже Абдусамат Рахматов Так вот можно сказать Адаптировался К действиям своего соперника И Выглядел во второй половине Пятиминутки поинтереснее Да, я думаю Что за счет контроля Можно отдать Ему этот раунд За счет концовки Но мы видим По статистике Тоже он перебил В общем количестве На два удара Больше нанес Нежели его соперник Второй раунд Итак, второй раунд У нас Ильнур Бекмухамедов Против Абдусамата Рахматова Поединок продолжается Да, ну и в принципе Как под копирку Опять же второй раунд Начинается с того Что попробовал занять Центр клетки Ильнур Бекмухамедов Но здесь уже Толком не дал поработать Первым номером Абдусамат Рахматов Сам активно старается Сейчас отрабатывать стойки Набрасывает удары С обеих рук Прессингует И смотрите Попытался идти в ноги В свою очередь Ильнур Бекмухамедов Но неудачно Да, видимо Была какая-то задумка Тоже показать Что я в пардере Не хуже Работая Но как мы видим Все-таки комфортнее Пока что себя Чувствует в этом компоненте Абдусамат Рахматов Хотя вот Ильнур Бекмухамедов Пытался сейчас Забросить ноги на треугольник Ничего путного Пока что не вышло Ну да Или на болевой Там было непонятно На как он собирался Выходить дальше Закрывает он гард И вот сейчас Снова сверху Абдусамат Рахматов Будет обрабатывать Как и в первом раунде Это конечно невыгодно Ильну Рубикмухамедову Ему нужно подниматься Подниматься в стойку И держать дистанцию Но при этом мы видели Что в стойке Абдусамат Рахматов Активно использовал Боковые удары Которые заходили У него в первом раунде И то же самое Примерно он делал Во втором в начале Что интересно Вот сейчас Абдусамат Рахматов Даже не пытается Обойти ноги А вот нет Обошел Все-таки ловко Это сделал Зря я Возводил на праслину Вышел на боковой контроль Таким образом Абдусамат Рахматов И мы видели Слова локти Да Мы видели Как он хорошо работал Даже одним локтем Что будет Если соперник Даст возможность И оперативный простор Отрабатывать Как раз таки Из двух рук Придерживает Одну руку Абдусамат Рахматов Правильно Все делает Вот здесь может попасть Ой-ой-ой Треугольник едва не закрыл Эльнорбик Мухамедов Но тут Достаточно Ловко и умеючи сбросил С себя удушением Абдусамат Рахматов Тем не менее Продолжает он Гнуть свою линию Находится в той же позиции Атакует Позиции гарда Снова обрабатывает корпус И будет пытаться переводить на голову Позиция правда не очень удобная Именно положение Где находятся бойцы У сетки Снова локти В дело пошли Со стороны Рахматова Полный тотальный контроль Половина раунда Позади И вместе с ним Половина поединка Тоже уже прошла Из отведенного Регламентом времени И вот сейчас По-прежнему Из бокового контроля Атакует активно Абдусамат Рахматов Не оставляет он попытки Досрочно финишировать Своего Неустойчивого Оппонента Который крутится Вертится Пытается выйти Все-таки Из-под сайд контроля Но тем не менее Плотно достаточно Прихватил Абдусамат Рахматов Нужны удары У Рахматова была возможность На самом деле Отключить левую руку Соперника Ногами И таким образом Распять его И там дальше Подключать локоть И соперник бы не мог Вообще защищаться Но не увидел Этой позиции Абдусамат И поединок Продолжился В прежнем ключе Прихватывает Сейчас шею Оппонента Ильнурбек Мухамедов Но Все что У него сейчас Получается Это только Как-то вот так Вот Немножечко Подзавязать Сократить амплитуду То есть Лишить Оперативного простора И минимизировать Возможный ущерб Но Как мы видим Неумолимо Абдусамат Рахматов И продолжает Насыпать Да При этом Держал Бек Мухамедов Высоко Колено Чтобы соперник Не залез в маунт Но увидел Возможность Перейти в гард Позицию И вот Продолжается Поединок в гарде Это конечно Балов Ильнурбек Мухамедов Не добавляет Но тем не менее Пока серьезного Какого-то урона Он не несет Хоть и проигрывает бой Да Опять идет все Из гарда Гард открыт Прихватывает За обе руки Сейчас Ильнурбек Мухамедов Есть небольшое Повреждение В районе носа У российского бойца И опять Локтем Прикладывается Абдусамат Рахматов Да Но мы видим Что 30 секунд До конца Чуть меньше И в целом Все остается Как есть Контроль Абдусамата Рахматова В партере И работа Корпус Голова Работа По этажам Да В свою очередь Ильнурбек Мухамедов Попробовал Завязать полностью На всех уровнях Второй раунд У нас Фактически Истек И все выяснение отношений Перетекает В заключительную Пятиминутку Из отведенных Трех Смотрим статистику 30 точных попаданий У Рахматовой И только 10 У Богатырева ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что Стартует третий раунд И пожалуй Ильнурбек Мухамедов Здесь нужно Стремиться К какому-то Дострочному Финишу Иначе Если все Сведется На откуп Судей То тут безусловно Преимущество будет За Абдусаматом Рахматовым Который выиграл Два раунда Это я думаю Заметно всем Да И вот мы видим Снова Абдусамат Рахматов Переводит в партер Хотя Ильнурбек Мухамедов Должен был сделать Все возможное Чтобы удержаться В стойке Поскольку Во втором раунде Мы не увидели Возможности Для Ильнура Подняться И соответственно Скорее всего Третий раунд Пройдет в том же ключе Если не будет Никакой ошибки От Абдусамата Рахматова Снова контроль Снова подключение Локтя Все в принципе То же самое Что делал Рахматов На протяжении Второго раунда И концовки первого Ну и если Первый раунд Мы отдали Небольшой Преимущество Абдусамату Рахматову За счет именно Концовки Момента перевода В партер То второй раунд Полностью Под его Контролем был Да тут сложно С чем-то поспорить Ну что Продолжает давить Абдусамат Рахматов Контролировать все Я думаю Сейчас Последуют И удары Крепко держит Захват Ильнурбек Мухамедов Не дает Работать руками Абдусамату Рахматову Ну и посмотрим Что в этой связи Сделает Абдусамат Иначе Рефери Просто поднимет Бойцов в стойку Закрывает гард Но не плотно Ильнурбек Мухамедов В свою очередь Абдусамат Рахматов Не отпускает Своего оппонента И продолжает И продолжает наращивать Давление Так Еще одна попытка Забросить ноги На треугольник Во втором раунде Там был такой Микроэпизод Когда Ильнурбек Мухамедов Едва это не удалось Но опять же Технически Воплощение приема Было не идеальным Поэтому Абдусамат Рахматов Достаточно Легко Разбил Этот треугольник Не сказать Что в зародыше Но До финальной стадии Довести его Не дал сопернику Ну и складывается Такое ощущение Что Абдусамата Рахматова Устраивает Вот это положение Когда он Вроде бы И не наносит Много жестких ударов А слегка Обрабатывает Скажем так Голову Но при этом Не дает выбраться Сопернику И не дает Ничего сделать В партере Выигрывает Важнейшие минуты Эпизод за эпизодом Забирает себе в актив Ильнурбек Мухамедов Вынужден с этим мириться Хотя вот Очередная Попытка Выйти на Скорее всего Болевой Но нет Все видит Все контролирует Абдусамат Рахматов Набрасывает сейчас По голове Абдусамат Рахматов Снова подключает Локоть Тут же по корпусу Ничего Ровным счетом Не получается Ульнурбек Мухамедова Фактически Все три раунда Приходится Лежа на спине Защищаться Вязать Сдерживать Оппонента Да Меньше двух минут Остается До конца этого Противостояния И пока что Все планомерно Идет Такой Прогнозируемой Победе Абдусамат Рахматова Я бы вообще хотел Обратить внимание На то Что в последнее время ММА в Таджикистане Бурно прогрессирует И все чаще и чаще Бойцы из этой страны Громко о себе заявляют В различных организациях В том числе и в нашей Да Даже здесь ребята На самом деле Из этой же страны Тоже регулярно выступают Которые параллельно Кстати работают Я нескольких таких Ребят знаю Причем выступают Очень и очень успешно Пробуют свои силы В смешанных единоборствах Очень хорошо развита У них борьба Ну и вот как Абдусамат Рахматов Тоже показывают И контроль И работу в партере Все необходимые навыки Для победы А последние секунды В этом противостоянии Ничего ровным счетом Пока что не меняется Также активно Старается защищаться Но без каких-то Контр-атакующих действий В свою очередь Ильнурбек Мухамедов Абдусамат Рахматов Время Судя по всему доводит Дело до Победы единогласным решением Судя Да ждем решения Но я думаю Всем все понятно И вот статистика 40 точных попаданий У Рахматова И 13 У Ильнурбек Мухамедова Из которых 10 было в первом раунде Я думаю Что вот эта концовка Первого раунда Она и определила Как работать Абдусамату Рахматову Со своим Рослым Соперником Он понял Что в партере У него есть преимущество И его же Реализовал Кстати Не самый распространенный Случай Когда два бойца С нулевыми рекордами Провели всю дистанцию Все три раунда Ну в любом случае Кто бы не выиграл Кто бы не проиграл Полезный опыт Уже получен Да И дистанцию Тоже нужно проходить Прочувствовать Продышать Конечно И так там И господа По завершении Трехраундового боя Единогласным решением Судей Победу одержал Абдусамат Рахматов Ну что ж Наши поздравления Абдусамату Рахматову С дебютной победой Желаем не падать Духом Ильнуру Бекмухамедову И двигаемся дальше Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова